Для этих старшеклассников узнать о том, как проходили боевые будни в горячих точках из первых уст, намного ценнее, чем из книг или от преподавателей, ведь перед ними живая история. Евгений Двойников за время службы в армии повидал многое, считая, что чувство патриотизма необходимо воспитывать с малых лет и на ярком примере. Хотелось бы довести до подрастающего поколения, так сказать, то, что каждый гражданин нашей родины, особенно, можно сказать, мужского пола, должен быть готов защитить интересы страны на примере других людей, на примере тех, кто проходил службу в Чечне, в Афганистане, то есть в горячих точках. В моих примере героизма, можно сказать, и мужества, то есть довести им то, что нужно равняться на этих людей. Ветераны боевых действий скупыми фразами делились своим армейским прошлым со школьниками, ведь многим из них вспоминать эти дни не очень приятно. Несмотря на это, они собрались с духом и поведали ребятам о том, как живется солдату на чужой земле. Цель у нас общая – защищать родину, быть готовыми защищать и готовить защитников Отечества. Поэтому мы сегодня хотим напомнить нынешней молодежи, подрастающему поколению, те традиции, те подвиги, которые спасли наше Отечество от уничтожения, и воспитать в молодом поколении это чувство ответственности, любви к родине. Урок истории прошел в рамках празднования Дня защитника Отечества, однако такие мероприятия сотрудники СИЗО планируют проводить и в дальнейшем. Ведь для них главное – воспитать чувство патриотизма у подрастающего поколения, чтобы из сегодняшних школьников в будущем выросли достойные защитники Отечества. Анна Захарова, Сергей Крамаренко. Специально для программы «Этот день». Анна Захарова, Сергей Крамаренко. Специально для программы «Этот день».